Друзья, я приветствую всех на канале Садовый Гид. С вами я, Лариса Зарубина. И сегодня мы с вами будем сеять семена шток-розы на рассаду. Время посева шток-розы. Если вы житель южных регионов, то для вас, конечно, это февраль. И если вы житель средней полосы и у вас есть возможность доращивать в теплице, тогда можно посеять в феврале месяце, ну буквально в первых числах марта. Если у вас нет такой возможности, вот у меня нет теплицы, я буду выращивать обычным традиционным способом в квартире. Я высеваю всегда, стараюсь высеть в конце марта, в последних числах. Если вы житель северных регионов, тогда для вас это апрель месяц, первая декада. Вот это самое лучшее время. Почему именно такой период времени я выбираю? Я житель средних регионов, у меня Пенза, четвертая климатическая зона. Почему я именно такое выбираю время посева? Дело в том, что кроза семейством малевых. О чем это говорит? Корень стержневой. В ролике пикировки рассады я вам говорила о том, что все растения, у которых стержневой корень, физически не выносят, когда его травмируют. Они вообще настолько остро реагируют на травму вот этого стержневого корня, поэтому такие растения лучше сразу сажать в отдельной емкости и емкости брать большие. Дело в том, что корень достаточно длинный и быстро будет развиваться. Поэтому берем большую емкость. Но ведь сильно большую емкость я не могу взять. У нас март месяц, впереди, под последние числы марта, то есть впереди у меня еще апрель и май. То есть высадку в открытый грунт я начну высаживать в свою рассаду, естественно, когда минует угроза возвратных заморозков. Это, скорее всего, будет конец мая, два месяца. Объема горшка может у меня не хватить. Поэтому я не стараюсь высевать семена слишком рано. И второй еще важный момент. Дело в том, что вот шток роза, она относится к семейству малевых, я уже сказала. И ее можно выращивать несколькими способами. Можно семенным размножением, то есть через рассаду. И тогда цветение мы получаем в первый год. А можно сразу же прямым посевом в грунт. Вот прямым посевом в грунт она чувствует себя гораздо лучше. И развивается лучше. Но цветение на второй год. Поэтому здесь уже решать вам, что вы хотите. Если, конечно, цветение в первый год, то тогда придется позаботиться о том, чтобы сохранить наши растишки, которые у нас вырастут, до высадки в грунт. Итак, что нам потребуется? Начну с почвосмеси для шток розы. Шток роза это растение, которое любит легкую воздушную почву, но питательную. Очень любит компост, очень любит гумус, очень любит перегной, но очень зрелый, хорошо перепревший. Или же биогумус, как я уже сказала. То есть рассадную смесь. Так как я вам уже отметила, что не буду я несколько раз пересаживать. То есть это будет у меня крайний вариант. Если уже слишком быстро разовьется корневая система, я увижу, что уже будет тесно растению, тогда я, конечно, буду стараться перевалить, перевалить в другой объем грунта. Поэтому я сразу предлагаю вам сделать, выбирать пивные стаканы, которые пол-литровые. Разрезаем пополам, так как мы с вами сеяли перец. Для чего это нужно? Вот при таком посеве перемещать растение будет одно сплошное удовольствие. Оно даже не заметит никакого перемещения, не заметит никакого травмы корней. Стаканчики пополам, ставим большую емкость на дно. В обязательном порядке, в обязательном порядке мы кладем обязательно дренаж. Это может быть вермикулит, перлит или камушки. Пожалуйста, здесь уже сами выбирайте, что вам больше подходит. Главное, чтобы дренаж должен быть. Один сантиметр более чем достаточно. Теперь почву-смесь. Почва-смесь легкая, я уже сказала вам. На одну часть, здесь у меня полторы части грунта, грунт цветочный. Я добавляю одну часть хорошую, агровермикулитом. Все хорошо перемешиваю. И сюда буквально, вот на полторы части, то есть по объему здесь у меня где-то, наверное, пол-литра грунта. Я добавляю, ну может быть, 700 грамм грунта. Я добавляю одну столовую ложку биогумуса. Вы можете добавить компост. Тоже одну столовую ложку. Вы можете добавить перепревший, хорошо зрелый навоз. Лучше конский. Хорошо все перемешиваю. Честно говоря, я всегда не сторонница добавлять при посеве хорошие питательные вещества. Но здесь в данном случае в силу вступает то, что, как я уже сказала, что мы его не будем травмировать. Это растение будет у нас расти в этом объеме фактически до высадки в грунт. Когда будете покупать семена, вот я всегда призываю вас выбирать свежие семена. В данном случае для шток розы наоборот. Семена трехлетние гораздо лучше всходят, чем двухлетние и однолетние. Поэтому вот посмотрите, если у вас трехлетние семена, очень они хорошо всходят. Так что берем их. Дальше важный момент. Почему не получаются дружные всходы? Дело в том, что шток роза это растение, у которого семена, посмотрите какие, они вроде бы как крупные, но в то же время они очень своеобразные. Поэтому для того, чтобы они дружно и качественно проросли, нам нужно сделать обязательно стимуляцию. Так, чем стимулировать? Можете взять любой препарат. В моем случае будет циркон. Можно циркон, цирконом, эпином, можно янтарной кислотой, чем угодно. Главное, чтобы был результат. Так, если цирконома, это 3-4 капли на 100 мл воды, замачиваем 6-8 часов. Если это эпин, 4 капли на 100 мл, замачиваем на 10 часов. Это расчет для цветов. Они отличаются, капли, для овощей. Так, теперь вопрос задавали. Чем я капаю? Я капаю пипеткой. Ни шприцом, ничем. Прям-таки пипеткой дозировано. Вот у меня 100 мл, я делаю 4 капли. Помните, что циркон реагирует на свет. Поэтому, если сделаем стимуляцию, мешочек и мешочек убираем куда-то в темное помещение. Не нужно оставлять на свету или на подоконник. Так, все. Я погружаю семена в мешочек. Я их подписала, вот первый номер. И мешочек подписал первый номер. Можно простимулировать в губки. То есть положить семена в губку и губку опустить в раствор. Пожалуйста, такой способ тоже годится. Губку потом в мешочек. Ну, я вот уже так приспособилась. Мне все устраивает и все нравится. Я прям-таки чуть-чуть вот сюда выливаю. Немножко прям раствора. И все. Я отправляю семена. И кладу их вот в таком состоянии, в закрытом виде. Вот так. И они у меня лежат. Они вроде бы как и в растворе, и в то же время у них там и воздух есть. Я туда запускаю воздух и немножко. Закрываю. Все у них там хорошо. На 6-8 часов. После того, как проходит время, я семена не промываю. Единственное, что промокаю салфеткой и приступаю к самому посеву семян. Без стимуляции. Я точно знаю, что семена взойдут, ну, процентов, может, 10. Поэтому стимуляцию сбрасывать со счетов нельзя. Дальше. Почва-смесь мы составили, перемешали. Она у нас подготовленная, обработанная. Это касается для любых видов цветов ли, овощей ли, чего угодно. Что я делаю дальше? Смесь уплотняю. Делаю, утрамбовываю ее сверху. Кладу семечко. Я возьму одно для примера, покажу, потому что я их сейчас тоже отправлю на стимуляцию. Глубина посадки не больше полутора сантиметров. Это важно для шток розы. Мелкая посадка не годится, глубокая тоже. Поэтому я кладу семечко в середину. Кладем по одному. Не надо по несколько семечек, потому что дело в том, что после стимуляции фактически все взойдут, это точно. Но если только вот кривой или маленькой может не взойти, тогда по две посадите. Если семечко большое, крупное, взойдет однозначно. И присыпаем один сантиметр, ну полтора. Все. Я хорошо утрамбовываю, прижимаю, все проливаю. И ставлю на проращивание. Пусть земля пропитается. Не надо, чтобы до конца пропиталась. Вот достаточно вот такого слоя, чтобы была влажная земля. Дальше ставлю на проращивание. Как проращивать? Если у вас небольшой объем, то можно стаканчиками вот так прикрыть. Пленкой прикрыть, мешком или припрыгнуть. Ну чем угодно. Главное, чтобы мы создали теплицу. Температура проращивания штокрозы 23-25 градусов. После того, как она у вас взойдет, укрытие снимаем, ставим на светлый подоконник. Внимание! Температура воздуха для выращивания штокрозы 22-23 градуса. Ну можно чуть меньше, но нежелательно. Важный момент. Штокроз любит свет. Если световой день будет короткий, начнет вытягиваться. Если вы выращиваете только на подоконнике, помните, друзья мои, что вечером в 5 часов вечера уже световой день. И солнечные лучи не такие, как в 12 часов дня. То есть яркость, освещенность гораздо ниже. Поэтому обязательно до светка. Световой день должен быть не меньше 10 часов. Полив. Вода должна быть только мягкая. Вот это для нее тоже имеет на начальном этапе важное значение. Полив. Комнатные температуры можно даже в сторону чуть теплой. И главное, чтобы вода была мягкая. После того, как у вас штокроз зашла, это будет 2-3 недели, начинаем первую подкормку. Это тоже для нее важно. Полным комплексом минеральных удобрений для рассады. Начинаем с половиной дозы. Через неделю включаем полную дозу. И еще важный момент. Пролейте ее несколько раз цирконом, для того, чтобы быстрее формировался корень. Вот это тоже очень важно. Циркон 2 капли на литр воды. И проливаем вот именно растение под корень. Будет хорошо развиваться вот этот центральный стержневой корень. Ну и, соответственно, растение тоже будет хорошо расти. Важный момент. Вот почему, еще раз подытоживаю, почему у многих не получается семена, вот именно штокроза. Первое. Не делать стимуляцию. Важный момент. Вот его сбрашивать со счетов нельзя. Стимуляция для штокрозы важна. Это первое. И второе. Не сейте штокрозу вот в отдельные рассадные ящички, а потом пикировать. Вот это тоже важная, одна из главных таких ошибок, почему именно штокрозы гибнет. Корневая система стержневая. Травмируем. Все. Растение сразу же плохо на это реагирует. Может, особенно у молодых растений наступить гибель. Поэтому сразу же сажаем в отдельные стаканчики. И если у вас в процессе роста вы увидели, что вот вы берете стаканчик, видите, что уже корневая система все заполнила аккуратно. Здесь будет очень просто все сделать. Я говорю, вынимаем стаканчик, как куличик его разъединяем. Вот так. Все у вас остается в руке. Вы просто пересаживайте в больший объем или даже в тот же самый мешок для рассады, который у нас есть для томатов. Или же в пятилитровую банку отрезанную, полутора литра. Любую большую по размеру емкость. И переваливаем. И уже потом в грунт мы тоже будем тем же самым способом. Методом перевалки. Как можно меньше травмы корней. Но в грунт уже, когда будем высаживать посадочную яму, составляем более богатую по составу. Добавляем обязательно или компост, хорошую горсть. Или же компост, или же перегной, или же биогумус. Все. И тогда штук роза у вас зацветет в этот первый год. Самое главное помнить о том, что место посадки для нее должно быть не сырое и солнечное. Тогда точно будут и цветы красивые, и растение будет хорошо развиваться. Я постаралась вот эти все моменты важные осветить. Если, конечно, что-то непонятно, пишите в комментариях. Еще раз все проговорим. Желаю, чтобы ваша штук роза порадовала вас цветением. Конечно же, дружно, активно всех зашла. Ну, а я буду всегда стараться вам в этом помочь. Остаюсь всегда ваша, Лариса Зарубина. Да, друзья мои, у меня еще важное объявление. Забыла вам в начале ролика сказать. У нас в Инстаграм идет бурная жизнь. У нас там есть то, чего нет здесь на Ютубе. Идет обсуждение, показ по комнатному цветоводству, по плетению. Так что, всем, кому интересно, еще помимо тех тем, которые здесь на Ютубе, заходите туда и прошу вас поддержите меня подпиской. Подпишитесь на нашем Инстаграм-канале. Там у нас каждый день что-то новое, что-то интересное. И, в общем-то, как я уже сказала, то, чего нет на Ютубе. Так что, заходите. У меня все. До новых встреч.